Ребята, здравствуйте, с вами Алексей, добро пожаловать на новенькое видео по игре SnowRunner, это рубрика обзора модов, и сегодня, друзья, мы с вами посмотрим на так называемый Урал 4320. Здесь есть приставка Cover, я понятия не имею, что это такое, вообще, на самом деле, я так посмотрел на этот Урал, но это вроде бы Урал, но в то же время не Урал, то есть он какой-то чересчур длинный, кабина у него какая-то непропорциональная, но, тем не менее, он называется как вот Урал 4320, как написано на сайте Mod.io. Так я и буду его называть, соответственно, сегодня в обзоре, и так я назову этот обзор, то есть, ну, как написано, то, собственно говоря, я и пишу от себя, но никогда не добавляю. Итак, давайте посмотрим, что у него, соответственно, здесь есть по тюнингу, двигатели у нас здесь есть LAS, они называются, я, если честно, так и до конца не понял, альтернатива какого отечественного двигателя зашифровано в слово LAS. Есть у нас и МЗ-330Т, то есть это самый прям такой крутой двигатель, его и подставим, мощность массы у нас ушли в S. Коробка передачи, специальный вездеход, подвеска серийка, либо высокая, ну, естественно, давайте поставим высокую, для того, чтобы просто-напросто посмотреть, какие шины сюда ставятся, чтобы, ну, вообще было понятно, да, что сюда за шина у нас влазит. А влазит, как я понимаю, у нас сюда абсолютно дефолтные шины, то есть, да, в принципе, здесь ничего такого сверхъестественного вообще нет, то есть это обычная резина, которая есть в дефолте, да, то же самое. Давайте просто подберем что-то такое более-менее подходящее, ну, полтинник поставим в нее или 43-ю поставим, вот я не знаю, разница, конечно, там есть, ну, ладно, давай поставим полтинник, как бы, на более-менее похожем, может быть, на какую-то ураловскую. Соответственно, все лебедки у нас дефолтные есть, можно воткнуть запасочку за кабину, то есть, опять же, да, по модулям, кран, платформа, кунг, ремонтный модуль, бортовая платформа, куда же без этого, топливный бак, то есть, цистерна, погрузочный кран, типа, а-ля, воровайку можно сделать, высокое и низкое седло. Ну, блин, я даже не знаю, ребят, то есть, как, для чего эту машину использовать, как тягач, она слишком длинная, то есть, как-то, если мы какой-то тяжелый груз на нее погрузим, у нас очень сильно поднимется морда, она и без того у нас очень сильно поднята сейчас, да, в данный момент, и она еще выше задерется, и сцепление с дорогой, так где ловить-то? Чем? С световым духом или на габе как-то цепляться, вылазить? Не знаю, то есть, как-то, ну, я же все-таки как-то эту машину для себя лично буду, наверное, рассматривать именно с бортовой, соответственно, платформой. Шноркели также у нас присутствуют, то есть, да, можно чуть-чуть повыше, можно чуть-чуть пониже, смотрите, сами я поставлю повыше, потому что хрен знает, насколько вообще этот автомобиль у нас упадет под землю. Блин, кабина низкая, капец, я еще такой думаю, что не то, она же выше должна быть, по-моему, кабина, нет? Что-то не то здесь, какой-то странный Урал на самом деле, вроде бы Урал, но в то же время не Урал. Клаксоны, соответственно, до посвящения, бампер у нас, кстати, меняется с дефолта, видимо, какого-то прикрутили, но, кстати, серийный, и он здесь смотрится лучше, нежели чем те вот остальные, которые есть. Так, ну, соответственно, диски можно подобрать, покраски, как таковой, здесь у нас нет. Короче, как-то вот так, ребят, надо, в общем, его тестировать. Погнали на тесты, посмотрим, как он едет, какая у него проходимость, как он звучит, ну и вообще, в целом, как у него, естественно, салон. Погнали на тест-драйв. Итак, друзья, ну что ж, в общем-то, зацепился, как вы видите, я прицепом, и самый прикол я обнаружил вот здесь, то есть, тут сцепное устройство как бы, ну, немножко неправильно настроено, по всей видимости, здесь штырь должен такой, вставляться, да, чтобы это было все жестко соединено, но такого, к сожалению, нет. Вообще, в целом, как бы, в принципе, да, то есть, это какой-то крайне непонятный для меня лично Урал, но, тем не менее, у него даже что-то типа салона присутствует снаружи, да, кабина у него какая-то низкая, то есть, ну, что-то прям как-то вроде бы Урал, вроде бы что-то похожее, но немного что-то не то. И сам по себе он, обратите внимание, какой длинный. Ну, да, конечно, прицеп к нему можно еще подцепить, то есть, чтобы все это прям было очень-очень-очень серьезное, солидное и красивое. Итак, по салону. Давайте поглядим, что у нас тут за салон, ну, а как он вообще выглядит. Приборы, кстати, очень даже неплохого, я хочу сказать, качества. Давайте мы запустим двигатель. Температура у нас рабочая, воздух, спидометр. Как я понимаю, здесь у нас тахометр, но он, плавности у него никакой нет, да, то есть, он сразу просто падает в максимальные обороты. Также у нас индикатор топливного бака, там вот у нас, пожалуйста, есть типа что-то амперметр. Ну, вообще, салон такой прям простой-простой, но вот такое чувство, будто я сижу в грузовике, ну, наверное, как в полуторке, может быть, такие прям реально бойницы здесь, что ли, не знаю, как это сказать. Зеркала абсолютно не информативные, бесполезные, в них ровным счетом ничего не видно, вправо я так от слова совсем, то есть, ну, не знаю, как-то можно его чуть-чуть ближе там перенести, настроить. Они же, блин, шевелятся все туда-сюда, их же можно подстроить, настроить. Ну, а так, ну, ребята, даже хз. Так, давайте посмотрим, что у нас по грузам, соответственно, да, контейнер сюда даже у нас можно толкать, ни хрена себе. Так, и здесь мы с вами сейчас еще в прицеп можем что-нибудь такое интересное. Ну, давайте уже контейнер прям по полной загрузим вообще. Ну, подорвался-то неплохо, такое ощущение, будто в него ничего и не загрузили. Полный привод, дифференциал у нас постоянный. Так же, плюс ко всему, понижайка плюс-минус у нас есть. Ну, посмотрим, как он по болотам пойдет. Мы уже столько раз с вами наблюдали, что машина вроде бы подрывает, она едет, у нее полные есть блокировки, она все умеет делать, но, к сожалению, к сожалению. Я, если честно, боюсь ехать в воду, я не знаю почему, но я боюсь капец, вообще как боюсь. Мне почему-то нет уверенности в этом автомобиле. Хорошо, что поставили шноркель, он нас переливает через капот. Капот у нас полностью уже практически в воде. Да, все, мы потонули. Камера от первого лица уже не работает. Это значит, что вода уже у нас в салоне, но прошел. Если бы не шноркель, он бы не проехал. Сносит течением. Еще и прицеп там, блин, тянет нас за хвост. Но идем просто на передачи. Я, как видите, пониженную специально не включаю. Садим автомобиль намеренно. Нам нужно все-таки его проверить, да, то есть как вот он в, так скажем, как бы это правильно выразиться-то, я не знаю, в таком режиме, в котором он будет работать постоянно. Да, то есть это автоматическая мужественная крёпка передачи, она будет постоянно у него работать. Тест на переворачиваемость, ребят, ну, с прицепом, я думаю, мы его вряд ли, конечно, пройдем. Нам бы, по идее, конечно, расцепиться, чтобы это все дело пройти. Потому что все-таки это не тягач, где давят на седло. Но, в принципе, бежит он неплохо, я хочу сказать, прям уверенно, уверенно, уверенно идет. Так, я предлагаю расцепиться. И, соответственно, прицеп этот мы с вами закрепим, когда мы будем, в общем-то говоря, проходить болото. Мне интересно будет посмотреть, как он будет вести себя на болоте с прицепом. Т-экс, аккуратно. У нас центр тяжести и так без того был высокий, а сейчас он стал еще выше. Мы сейчас эти контейнер, блин, загрузили. Ну да, видно, 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 что ему хреново. Очень аккуратно надо педалировать. Давайте на пониженную перейдем. Даже пониженную, наверное, минус я сделаю. Чтобы прямо-то вообще такая тракторная передача была. Плохо нет испытания вот подобного, но только чтобы вместо бетонных плит была земля. Как типа наваленные кучи земли такие были, и мы через них проезжали. Аккуратным нужно быть, ребят, очень аккуратным нужно нажимать на педаль газа. Прямо очень аккуратно надо дозировать все это дело. Молодец. Справляется неплохо. Он соскальзывает просто. У него морда легкая. Весь основной вес приходится на заднюю часть. У него морда легкая, она висит в воздухе. И просто достаточно педаль газа отпустить, и она падает сразу и вроде цепляется. Так, сейчас мы попробуем пройти вот эти замечательные окопы. Как я их называю? Окопы с водой. Посмотрим, как он справится. Он, в принципе, с весом не такой уж и критичный в сравнении с теми автомобилями, которые у нас тут раньше были. Что, по диагонали немножко зайдем? Оп, норнули. Колеса передние почувствовали под собой уверенную почву и поехали. Ой, сзади вообще хорошо проходит. Прямо офигенно. Он туда просто ныряет и прям на раму прыгает. И вся надежда только получается у нас идет на передние колеса, на передний мост. Потому что только вот как только передок входит в какое-либо зацепление с грунтом более-менее твердым, все, сразу машина начинает ехать. Давай-давай-давай, родной. Переваливается, да. С прицепом... Нет, ребят, это бесполезно. Он с прицепом здесь не поехал. Я вам это сразу говорю. Он бы нырнул просто в первую яму и все, дальше бы он никуда не пошел. Так, возможно, нам не хватает мощности, потому что мы тут подсели. Я предлагаю все-таки на автоматической коробке изтуда попробовать выехать, хотя бы как-то по диагонали. Так, ну здесь мы ляжем. Новое испытание, да, выехать по диагонали. Он длинный еще, конечно, капец. Вот так вот мы прямо его сейчас направим, но он потихонечку, я думаю, сможет вытолзти. Аккуратно. С задней частью волны. Наши враги. Все, спокойненько выехал. С прицепом он бы здесь не пошел. То есть стоит все-таки понимать, что прицеп это дополнительный вес, да. Здесь все-таки многое зависит от веса, конкретно в сноураннере. Многое зависит от того, как ты... Какой груз, куда, на какое шасси. Потому что, да, ну здесь очевидно, что у него задняя часть перегружена. Если бы чуть-чуть шасси было покороче, у нас бы были проблемы. Лезь. Готово. Вот он где хапает урон. Будьте, ребята, к этому готовы. И через камни, я думаю, он без проблем пойдет. Да, прошел без проблем. Так, давайте мы, наверное, знаете, что придумаем? Мы сейчас, наверное, зацепим прицеп. Или не зацепим. Я вот не знаю, как сделать-то на самом деле. Ну давайте, да, давайте, наверное, мы сразу сейчас прицеп с вами подцепим. И уже непосредственно с прицепом в полной боевой экипировке, в полном боевом снаряжении. Мы попробуем проехать эти болота. Полная снаряженная масса у нас будет, плюс еще и ко всему прицеп. Так что прям испытание-испытание для Урала будет капец. Ну нормально, припарковался, конечно, пойдет. И прицеп покатился куда-то. Да стой ты, зараза! Ой, прикрепительница. Отлично, поехали. Так, сразу заезжаем в легкое болото. Давай на пониженное, наверное, пойдем. Нормально, тут почва более-менее твердая. Как бы по таким дорогам, я даже не знаю, наверное, нет смысла вообще тестировать. Сюда мы, наверное, давайте будем только легковые автомобили загонять. Потому что, как бы, да, у них есть шанс того, что они здесь застрянут. А грузовики, как бы, ну, блин, они проедут здесь, как бы, вообще без проблем каких-либо, да. То есть, ну, проблем никаких у них не будет. Так, вот, среднее болото уже начинается веселухо. У меня стоит пониженная, плюс. Почему-то всегда я ее хочу называть повышенной. Не знаю, вот как-то вот у меня... Ну, идет уверенно, в принципе. Идет уверенно. Внушает, по крайней мере, оптимизм. Ну, среднее бездорожье, то есть, в принципе, для Таймыра он подойдет. Там в районе, наверное, 60% таких дорог. Среднее болото, он их без проблем пройдет. Даже, ребята, с прицепом. Так что, если что-то будете возить, нормально пойдет. Ну, а вот болото, я думаю, что нет. Он все-таки его не пройдет. Пока у нас только всякая спецтехника там проходит. Конкретно какой-то грузовик еще не нашелся у нас. Видите, что происходит? Как только у нас перед ним ословит какой-то минимальный хотя бы зацеп, начинает гребсти все. Ханна. И он сразу все начинает пролетать. Ну, все, мы сели. Или едем. Все, мы тупо остановились. Прицеп не дает, ребят, не дает прицеп. Неважно, там у тебя пониженная, не пониженная, пониженная, повышенная. Насрать абсолютно. Это, ребята, прицеп. То есть, все, мы просто стоим на месте буксуем. Там по миллиметрику мы, может быть, продвигаемся, но прицеп нас очень-очень сильно стопорит. Смотрите, сейчас какая будет магия. Мне прям даже самому интересно. Отцепляем прицеп. Также на пониженной. Ну, вроде-вроде-вроде. Вроде-вроде. Или тоже стоит. Нет, тоже стоит. Капец. Просто сел, закопался, носовал перед собой и встал. Так что, ребята, это машина для легкого и среднего бездорожья. Более-менее аккуратно можно ездить по таким местностям, так скажем, с волнующейся дорогой, да, где такие перепады высот. Есть небольшие. Но смотрите, опять же, да, что у вас будет за груз. Если у вас будут контейнера, смотрите за скоростью. То есть, мой совет, просто понижайка, если даже еще и лучше, понижайка минус, чтобы он просто полз, как будто якобы, типа, как трактор. И нормально он поедет. И главное, просто рулем отлавливаете в разные стороны. И все у вас будет хорошо. Окопы, да, вот эти вот, которые с водой у нас были, до времени будет ехать. Но прицеп там точно вам проехать не даст, от слова совсем. Легкое среднее болото, как я сказал, проходит без проблем. Самое топкое, самое сложное болото, где у нас пока что только 538-й МАЗ справился. Но это, извините меня, трактор. Ни одна грузовая машина еще не смогла это болото преодолеть. Так что, ну, может быть, у меня просто уровень навыков пока что такой слабый, что я не знаю, как его преодолевать. Но в любом случае, ребят, пишите в комментариях, как вам машина, как вам вообще она выглядит, потому что вот у меня внешность на самом деле вызывает вопросы. То есть какой-то реально странный Урал. Я не привык его таким видеть. Ну, а так, друзья, на этом все. Ссылка на мод находится в описании. Переходите, подписывайтесь на него, скачивайте его, играйте с ним. Без каких-либо проблем все работает. Ну, также, друзья, если вам видео понравилось, не забывайте, пожалуйста, поставить лайк, подписаться на канал. Для вас это несложно, а мне очень приятно. Все, друзья, пока-пока.